Осень уже вступила хорошо в свои права, уже ожидаются первые заморозки в средней полосе, но расслабляться нам еще достаточно рано. Какие же мы основные работы должны сделать в октябре месяце в саду, в огороде, в цветниках? Я вам сегодня расскажу. Начну с плодового сада. Ну, конечно же, первично, что вы должны сделать, это обработать все деревья после основного листопада или до листопада. Смотрите, как вам будет по времени получаться. Главное, чтобы температура ночная и дневная была положительная, чтобы препараты, которые, в общем-то, большая масса работают именно при положительных температурах, мы должны обработать как от вредителей и, соответственно, от болезней. Если вы в этом году наблюдали, а в этом году было очень дождливое лето, и фактически все плодовые деревья были подвержены различным грибковым заболеваниям, в частности, парше, если особенно старой селекции деревьев, как я уже сказала. Поэтому вот именно осенью мы должны провести комплексные мероприятия по борьбе с этим коварничным заболеванием. Мы должны обработать любыми медиусодержащими препаратами, будь то бордовская жидкость, будь то хорус, хом, то есть смотрите на ваш выбор, или скор. Причем скоро мы можем баковую смесь сделать с карбофосом и вот такую баковую смесью обработать в комплекте сразу и от вредителей сделать удар, и от болезней. Но это мероприятие крайне необходимо. Провести мероприятие по защите сада от солнечных ожогов, то есть сделать побелку и, конечно же, сделать защиту от грызунов. Это по плодовым деревьям. Теперь плодовые кустарники. После основного листопада обрезаем смородину и крыжовник. Вырезаем старые ветки, больные ветки. Ну, в общем, делаем санитарную и обрезку на улучшение урожая, как говорится. То есть вырезаем все ненужное и обновляем кусты, если, конечно, они у вас уже возрастные, то есть уже старше 5 лет. Обязательно мульчируем слоем толстым смородину, органикой, компостом. Она это очень любит. Смородина, крыжовник очень охотно отзывается на внесение вот такой органики. Не забываем. Теперь малина. Малину вырезаем, если вы еще не сделали это мероприятие в конце лета, после плодоношения. Вырезаем старые кусты малины, которые отплодоносили в этом году. Обрезаем ремонтантную малину, если она у вас уже тоже ближется к завершению. И начинаем, если у вас кусты малины, которые нужно обязательно пригибать к земле и утеплять, то начинаем уже плановые процедуры. Теперь по клубнике. Клубнику мы тоже уделяем ей внимание. Если у вас очень часто бывают зимы бесснежные и с такими холодными пронизывающими ветрами, я бы советовала вам делать уже небольшие легкие такие укрытия, особенно если у вас зима наступает рано. Ну, то есть то, что вы убираете с огорода, какие-то отсветшие ваши однолетники, смело можно класть на клубнику, создавая вот тот самый воздушную прослойку, благодаря которому ваши ягоды хорошо перезимуют. Теперь по нашим грядкам. Начинаем тоже вносить планово, уже вносим, делаем перекопку и вносим питательные вещества. Если вы сторонник органического земледелия, то вносим компост, золу, и начинаем планировать посадки будущего года. И в конце сентября, начале октября, конечно, с поправкой на погоду, начинаем высаживать чеснок. Еще хочу обратить ваше внимание, в конце октября, начале ноября, опять с поправкой на погоду, начинаем уже высевать культуры, которые мы планируем высадить под зиму. Соответственно, начинаем закупку и уже планировать, где мы будем размещать ту самую пряную вкусную зелень, которая появится у нас ранней-ранней весной. Ну, это лук, может быть, любая зелень, укроп, петрушка, мы все это можем сеять под зиму. Теперь переходим к цветникам. В конце сентября, в начале октября мы начинаем посадку луковичных. У тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, то есть все, которые вы запланировали посадить в своем саду. Выкапываем луковицы гладиолусов и выкапываем луковицы георгин. Эту процедуру мы делаем где-то в начале октября, ну, можно даже в конце сентября, ну, конечно же, с поправкой на погоду. Луковицы гладиолусов мы хорошо высушиваем и отправляем на хранение. Ну и георгины тоже, если у вас есть подвал, мы, естественно, их тоже обрабатываем, высушиваем и тоже отправляем на хранение. Что касается декоративных кустарников, здесь тоже у нас комплекс мероприятий, которые мы обязательно должны сделать для того, чтобы наши красивые кустарники зацвели и порадовали нас в будущем в сезоне. Крупнолистная гортензия. Мы делаем плановое укрытие. Кому интересно, я тоже ссылку вам дам. Мы тоже сняли видеообзор о том, в нем рассказывали о том, как правильно укрыть крупнолистовую гортензию для того, чтобы сохранить ее основные цветочные почки. Начинаем мероприятие тоже по укрытию и метельчатых гортензий, и древовидных. То есть мы, конечно, их не укрываем на зиму, но, тем не менее, комплекс мероприятий мы обязательно должны сделать. Обрезаем чубушник. Именно осенью мы его врезаем. Жасмин делаем качественную обрезку, вырезаем из старой ветки, укорачиваем. Если вы планируете сделать его в каком-то красивом виде, то все процедуры по стрижке мы делаем именно осенью, именно в октябре месяце. Теперь хочу уделить внимание хвойникам. Именно осенью очень многие садоводы-огородники, если у вас живая изгородь, делают стрижку хвойников. Я бы вам не рекомендовала это делать, так как, в общем-то, хвойники уже готовятся к зиме, к зимовке, поэтому такая процедура для них будет достаточно открытой рано. То есть это путь к инфекции. Поэтому лучше отложить эту процедуру на весенний период. А вот обработка от вредителей и от болезней для хвойников будет крайне полезна. Обязательно делаем влагозарядный полив всего сада, особенно если у вас осень сухая, если был достаточно долгий промежуток времени, не было дождей. Поэтому на этот момент обратите внимание, обязательно делаем влагозарядный полив. То есть на большое плодовое дерево, если дереву 5-6 лет, это 40 литров, 40-50 литров. Как проверить? Достаточно просто где-то в одном месте сделать небольшую ямку. Посмотрите, на глубину 40 сантиметров, если у вас грунт мокрый, все, вы справились с поставленной задачей. Под плодовыми деревьями грунт должен быть промокнуть где-то на глубину 40 сантиметров, под обычным плодовыми кустарниками 20-25, максимум 30 сантиметров. Этого достаточно для того, чтобы ваши кустарники хорошо перезимовали. Теперь я хочу еще остановиться на газоне. Фактически в каждом саду, на каждом приусадебном участке есть изумрудный газон, который тоже требует к себе внимания и подготовки к зиме. Обязательно проведите последнюю стрижку газона. Как правило, мы делаем ее, ну, если осень у вас, как правило, уже, если осень у вас без заморозков и без снегопадов, то есть на начало октября и середину октября не планируется снегопад, то тогда мы делаем последнюю стрижку газона где-то в октябре месяце в середине. Если у вас планируется снегопад, то лучше проведить процедуру эту сместить намного раньше. То есть делаем последнюю стрижку и высоту скошенной травы чуть-чуть увеличиваем. То есть 6-7 сантиметров – это оптимальная высота, с которой газон ваш должен уйти на зимовку. Если у вас где-то образовались проплешины или у вас были какие-то заболевания, проведите обработку от грибковых заболеваний и, конечно же, подсеете новый газон. То есть осенью, именно осенью, когда наступает уже период холодных температур, вот именно вот этот подсев считается один из самых качественных. Вредителей уже фактически нет, птицы у нас улетели, то есть нанести вред, ну, в общем-то, некому. Поэтому газонная трава по весне у вас зайдет дружно и качественно. Не забудьте в вашем саду перед тем, как выпадет снег, провести сборку выпавшей листвы, особенно с газона. Не оставляйте опавшую листву на газонах, под плодовыми деревьями. Помните, что оставшиеся листва, оставшиеся плоды на деревьях или на земле, это всегда источник инфекции и, конечно же, жилища для наших вредителей. Они уже прекрасно зимуют в сморщенных плодах, высушенных. Для них это просто курорт. Поэтому все вот эти мероприятия я рекомендовала бы вам обязательно сделать. Я понимаю, что, конечно, уже холодно, и мы все уже устали. Но, тем не менее, для того, чтобы сад нас порадовал на следующий год великолепным урожаем, а кустарники радовали качественным цветением, остается сделать последние вот такие вот грандиозные мероприятия, для того, чтобы сад наш ушел в зиму здоровым и счастливым. Это все, о чем я хотела сегодня вам напомнить, для того, чтобы вы не забыли и сделали все вот эти мероприятия. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе наших новостей. И всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!